Мы продолжаем говорить про историю христианских королевств Испании во второй половине XIV-XV веки. И завершающий эпизод этой истории к Костильскому королевству касается правлений двух королей Хуана II и Энрике IV. Если обратить внимание на периодизацию правлений этих монархов, то можно увидеть, что она достаточно четко делится на два больших, на три больших блока даже. Вот так. С одной стороны, это регенство. Это регенство Каталины Ланкастер, то есть матери Хуана II. Я напомню, он приходит к власти, когда ему нет еще двух лет. Его отец умирает слишком рано. Так что, с одной стороны, это регенство Каталины де Ланкастер, Фернандо де Анте Кэрри, затем магнатов. То есть, это эпоха правления не самого Хуана, а регентов. Затем, второй период, это правление так называемых Валидо, так по-кастильски называют обычно фаворитов. И оно будет охватывать весь остаток правления Хуана II и добрую половину правления Энрика IV. И затем, под конец, это гражданская война, когда гранды королевства воюют против своего короля. Это очень грустный период. И мало в нем того, о чем хочется рассказывать. Но, тем не менее, давайте поговорим. Собственно, когда умирает Энрика III болезненный, регентами при его сыне остается его вдова Каталина де Ланкастер и его брат Фернандо, в будущем Фернандо де Анте Кэра. Тогда еще просто Фернандо Кастильский завещание короля отдельно указывало на то, что править регентами быть должны двое в совокупности. И жена, и брат. Первый этап регентства завершается в 1412 году, когда Фернандо де Анте Кэру он получает вот это прозвище де Анте Кэра, поскольку в 1410 году после длительной осады берет эту важную крепость, принадлежавшую раньше Гранатскому Эмирату, крепость Анте Кэра. Когда в 1412 году Фернандо де Анте Кэру избирают королем Арагона. Об этом чуть подробнее в одном из следующих эпизодов лекции. И, соответственно, став королем Арагона, он уже не может в полной мере быть регентом короля Кастилии. И поэтому регентство продолжается, продолжает исполнять полномочия регентом мать короля Каталины Ланкастер. И к ней присоединяется целый ряд магнатов и прилатов королевства. В 1418 году умирает Каталина Ланкастер. Собственно, последние несколько месяцев регентами при Хуане II оказываются магнаты королевства, среди которых выделяются отдельно сыновья Фернандо де Анте Кэре, на тот момент уже умершего, он очень недолго прожил тоже, короля Арагона Фернандо I. Так называемые инфанты арагонские, среди которых следует отдельно перечислить Энрике, Хуан, будущий Хуан II, великий король Арагона, и Альфонсо, будущий, соответственно, Альфонсо V, великодушный король Арагона. Прежде всего, основные перипетии разворачиваются между инфантом Энрике, инфантом Хуаном поначалу, а затем между ними с одной стороны и фаворитом короля Альвара де Луна с другой стороны. В 1420 году инфант Энрике фактически совершает дворцовый переворот, вот он захватывает короля, пленяет его, он вынашивает планы своей женитьбы на сестре Хуана II, и тем самым закрепление позиции при Кастильском дворе. Альвара де Луна тогда еще не граф и не коннетабль, Альвара де Луна помогает королю бежать из этого плена в 1420 году, и разворачивается практически десятилетняя борьба Альвара де Луна, которого очень быстро возводят в графское достоинство, а в 1423 году, в 1423, Хуан II делает его коннетаблем Кастильи, разворачивается борьба вот этого хитрого, умного, последовательного магната с инфантами арагонскими. В ходе этой войны он организует во многом брак Хуана II, брак от которого рождается, первый брак, я говорю, от которого рождается инфант Энрике, будущий король Энрике IV. А им в 1429 году противостояние Альвара де Луна и инфантов арагонских перерастает в открытую войну, войну Арагона и Кастильи. На эту войну Хуан II требует от кортусов огромных ассигнований, и кортусы, кстати, идут навстречу. Вокруг короля объединяются все гранды королевства, объединяется большая часть городов королевства. То есть это становится таким во многом освободительной борьбой против инфантов арагона. В результате инфанты Хуан и Энрике оказываются разгромлены, лишены значительной части владений, своих владений в Кастильи, а владения у них были обширные. Энрике, больше того, инфант Энрике Арагонский получает в 1330 году смертельное ранение в решающем сражении, вскоре умирает. А Хуана просят покинуть пределы королевства, но он это делает достаточно спокойно, поскольку на тот момент он уже король Наварре. Стало быть, когда инфанты Арагона оказываются разгромлены, начинается передел имущества, передел добычи, а это огромная полномочия и огромные земли. Показательно, что корона, собственно, непосредственно король, получает по результатам этого передела лишь небольшую относительно Сингирию Медина-дель-Кампо. Все остальное, огромные земли, владения, должности отходят, во-первых, Альваро де Луна, а во-вторых, представителям других старых знатных родов Кастильи, собственно, Грандам. Среди Грандов нарастает все более и более внятное недовольство Каннитаблем, Альваро де Луна, которые его несколько раз изгоняют, несколько раз возвращаются. Это длинная история. Завершается это все начало полномасштабной гражданской войны, Грандов против Каннитабля, войны, шедшей с 1937 по 1945 год, войны, в которой король очень упорно держал сторону своего Каннитабля, собственно. Недоброжелатели Хуана II обвиняли его и Альваро де Луна в гомосексуальной связи. Так ли это, нет? Неизвестно. Обвинения звучали. Звучали обвинения в гомосексуальной связи, звучали обвинения в том, что Альваро де Луна околдовал короля, опоил его магическими снадобьями и привязал его к себе противоестественным путем. Противостояние заканчивается полной победой Каннитабля, на стороне которого король и на стороне которого уже 20-летний к тому моменту инфант Энрико. В результате решающей битвы при Ольмедо в 1345 году войска противников Альваро де Луна, в составе которых, кстати, Хуан, король Наваро и арагонский инфант. Войска противников Альваро де Луна разгромлены, и сам Альваро мог, казалось бы, торжествовать победу. Однако в том же 1345 году овдовевший Хуан II заключает второй брак с Изабеллой Португальской, умной, предусмотрительной, влиятельной женщиной. Став королевой, Кастилья становится смертельным врагом Альваро де Луна, и с этого момента звезда Каннитабля начинает клониться к своему закату. В 1951 году у Хуана и Изабеллы рождается дочь, которую называют в честь матери Изабеллой. Это знаменитая Изабелла Кастильская. А в 1953 году весной королева, партия королевы, добивается наконец от короля уголовного процесса против его фаворита. Альваро де Луна признан виновным по целому ряду обвинений и приговорен к смерти. Сам король ненадолго пережил своего любимца. Он умирает уже на следующий год, в 1454, успев, однако, увидеть рождение в 1553 году своего второго сына, инфанта Альфонсо. Таким образом, вот сейчас я просто обращаю внимание, таким образом, на момент смерти Хуана II в 1454 году есть наследный инфант, принц эстурийский инфант Энрике, которому на тот момент 29 лет. И есть двое его совсем юных братьев-сестёр. Та – это Изабелла, будущая Изабелла Кастильская, и Альфонсо, будущий Альфонсо юный, или, как его ещё иногда называют, Альфонсо XII. Правление Энрике IV длилось 20 лет, но самостоятельного правления там было крайне мало. Собственно, уже начиная с битвы при Ольмедо, рядом с ним всегда был Хуан Пачекко, представитель ещё одного из родов Гранда в Кастильи, фаворит Энрике IV, который фактически правил за него первые годы его правления. Сам Энрике, то ли пытаясь избавиться от своего фаворита, то ли, не имея достаточно политической воли, здесь сложно сказать, что было, но он не защищал Хуана Пачеку столь же яростно, как его отец своим защищал Альвара де Луна. И наоборот, он дал возможность приблизиться ко двору ещё нескольким людям, из которых следует назвать Бельтрана де ла Куэва. Бельтран де ла Куэва станет очередным фаворитом Энрики IV, причём злые языки будут поговаривать, что именно Бельтран де ла Куэва станет реальным отцом единственного ребёнка Энрики, дочери, его дочери Хуаны или Жоаны, родившиеся от брака с его кузиной Жоанной Португальской. Хуану будут, Хуана получит прозвище Хуана ла Бельтранеха. Собственно, именно на вот этом обвинении, на том, что Хуана незаконная дочь и вообще не дочь Энрики IV, а дочь вот этого Бельтрана де ла Куэва, на этом будет очень активно настаивать Изабелла Костильская в годы своей борьбы за престол. Энрики IV будет вести себя крайне непоследовательно по отношению к своей дочери. Он будет её периодически, несколько раз он будет её объявлять наследницей трона, несколько раз он будет отказываться от своих слов. Сложится такая очень непонятная, ситуация при дворе, в общем, не будут понимать. Хуану никто не будет воспринимать как единственную наследницу. Поначалу Энрики, он всё-таки приходит к власти вполне в зрелом возрасте, совершает ряд внятных шагов. Он возобновляет союз с Францией, он развивает, параллельно развивает торговые связи с Англией и с Фландрией, подписан мирные договоры с Арагоном, а с Португалией. То есть, Костилья начинает вроде бы вкушать благо мира. Энрики даже собирается возобновить войну с Гранадой, но терпит неудачу в одном из первых походов, и дальше это не продолжается. Его непоследовательная политика во внутренних делах королевства, его нелешительность, подверженность влиянию Хуана Пачеко, Бельтрана де Лакуэва, Хуана де Валенсуэвы, то одного, то другого, то третьего. Все вот это вот вызывает серьезное недовольство Костильской знати. В 1461 году формируется Лига Грандов, и в 1464 году возглавивший эту Лигу Хуан Пачеко, которого изгнали пока от двора, подает королю Сентенцию Медину дель Кампо. Требования Лиги знати, серьезнейшим образом сужающие полномочия королевской власти и фактически передающие реальное правление королевством в руки грандов. С этого момента начинается открытое противостояние короля и мятежных магнатов. Те группируются вокруг перспективного, как им кажется, наследника трона младшего брата Энрике Энфанта Альфонсо. Собираясь, собравшись вокруг него в городе Авела, они устраивают в 1465 году, летом, так называемое авельское действие или авельский фарс, иногда называют, символическую детронизацию Энрики Четвертого. За стенами Авела разбивается большой помост, на помосте ставится королевский трон, на трон помещается кукла Энрики Четвертого, сделанная по его, как бы сказать, размерам, да, облаченная в королевские одежды, перед ней зачитывается перечень претензий грандов к Энрике Четвертому, обрисовывается бедственное положение киролевства, вот все то, что все то, что должно повлечь за собой детронизацию короля, а не заложение его. И дальше, при истечении народа, примас Кастилий Альфонсо Карильо, архиепископ Толедо, снимает с головы короля корону, граф Эстуньего из Туциарии киролевства забирает из рук куклы меч, другие участники, собственно, Хуан Пачеко забирает скипетр, и ряд других участников валят куклу на землю ногами, сбрасывая ее с помоста, все это происходит под плач народа, и тут же на этот помост возводят Альфонсо, обликают его в королевские одежды, дают ему в руки меч, скипетр, на голову надевают корону, целуют ему руку, как своему королю, да, то есть, фактически, гранды вот здесь возводят на престол юного инфанта. Надеждам Грандов не суждено было сбыться, Альфонсо, он не успел себя проявить как король, тремя годами спустя он внезапно, скоропостижно умирает. Энрике IV подписывает было соглашение с своей сестрой, мирное соглашение с Изабеллой, но уже в 1469 году, нарушая все матримониальные планы брата относительно себя, Изабелла договаривается сама, договаривается о своем браке с Фернандо Инфантом Арагона. Это влечет за собой, собственно, знаменитый испанский брак октября 1469 года, влечет за собой разрыв отношений Изабелла с братом, трехлетнюю полную анархию в королевстве, когда идет война. Наконец, в 1973 году Изабелла примиряется с братом в декабре на Рождество 1973 года. Хуан Пачеко, вернувшийся было в милости Энлики 4-го, бежит и вскоре после этого умирает в 1974 году, в октябре. А в декабре, через год после заключения мира с Изабеллой, умирает сам Энлики 4-й. На престол Кастилии заявляет свои права Изабелла, поддержанная своим мужем Фернандо, начинается война за Кастильское наследство и фактически начинается правление католических королей Фернандо и Изабелла. Спасибо. Спасибо.